Цирк Когда мы слышим слово цирк, сразу же вспоминается детство. Оно ассоциируется с круглой ареной, куполом и опилками на манере. В фойе стоит свой особенный запах, а в антракте можно полакомиться мороженым. Однако во всем мире цирк воспринимается совсем иначе. Ведь в современном мире он представляется уникальным шоу, которое способно развлечь даже самых привередливых зрителей. Но и стоит это приятное удовольствие не дешево. А зародился цирк, который мы сегодня знаем еще в Древнем Риме. С тех пор прошло много времени, он значительно изменился. Сейчас цирк становится уже не столько развлечением, сколько своеобразным искусством. А самые знаменитые и лучшие цирки мира дарят незабываемые представления, которых нигде и никогда больше не увидишь. Этот цирк известен во всем мире. Вот уже более 30 лет он гастролирует по свету, показывая в разных странах удивительные шоу-программы. Все они отличаются собственным австралийским стилем. Так что спутать Оск с каким-то другим цирком попросту невозможно. А появился он на свет в 1978 году в Мельбурге. За это время цирк немало поколесил по свету, успев завоевать сердца зрителей и у себя на родине. Изящные спектакли полны зрелищности и остроумия. Их наблюдали в 26 странах мира на пяти континентах. Этот цирк является прежде всего шоу, в котором полностью отказано участвовать от животных. Зато целых два часа на арене свою ловкость будут демонстрировать людям. В своих невероятных трюках они будто бросают вызов смерти. Акробатические выступления сменяются смешными комедийными номерами. А вся арена полностью заполнена звуками живой музыки. Основатели этого цирка любили классическую технику. Однако умышленно пошли на создание абсолютно нового стиля. Более понятного современной публики так и появилось представление, в которых нашли свое место рок-н-ролл, сатира и театр. Говоря о лучшем в мире шампанском, называют вдову клико. Лучшие в мире костюмы делает Брионе. А вот лучшие в мире клоуны ассоциируются с цирком братьев Фротелин. Их имя стало уже брендом, означающим тонкую и смешную клоунату. Их представления стали настоящей классикой, талантливо срежиссированной, доброй, мудрой и веселой. Главные действующие лица в цирке клоуны. Именно и они смешат до слез зрителей. Сам же цирк с успехом несет в себе европейские традиции. Здесь также выступают воздушные гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные. Дочка одного из основателей цирка, Анни, также стала известной французской клоунессой. Она основала школу Фротелин, известную на весь мир. Самым известным ее выпускником стал Вон Сан Кассель. А началась звездная карьера братьев в России около 100 лет назад. Им Феллини посвятил свой фильм клоуну. О них поставил свое шоу «Слава по луне». В тропике Козерога именно братьев упомянули Генри Миллер. Билеты для детей стоят около 5 евро. А вот взрослым придется раскошелиться. В этом месте зритель попадает в необычный мир, где творятся чудеса странные и удивительные. Сам Джимми Роуз, собравший вокруг себя таких же энтузиастов, заявил, что находится буквально на седьмом небе от счастья, когда ему приходится на выступление глотать бритвы и стекло, протыкать свое тело и пропускать через себя электрический ток. Такой цирк многих шокирует и даже вызывает отращение. Но тем не менее, стоит признать, что темные стороны человеческой личности мало кто может показать так весело и честно. Представление Джимми Роуза предназначено не для слабонервных. От него без ума разве что отъявленные психи. А вот неподготовленные зрители в этом цирке часто теряют сознание. Загадкой остается, где Джим находит подобных ему артистов для своих безумных представлений. Так, король пыток прибивает глазами к полу собственные ступни. А ББ Королева поднимается вверх по лестнице из острых мечей. На арене борцы трансвеститы с хрустом выворачивают друг другу в суставы. А от шагов бородатых женщин-сумоисток трясется земля. Человек-загадка, обильно покрытый татуировками и отрастивший рога, жует и глотает стакан. А мистер-нож зонглирует работающими бензопилами. Этот цирк не стремится быть похожим на кого-то другого. Здесь в почете традиционность. Согласно ней выдержаны костюмы, грим и порядок трюков в номере. Сама подача довольно скромная и непритязательная, что соответствует национальной культуре. Такое своеобразие выработано за счет творчества многих поколений. Именно Китай подарил миру цирковое искусство. Если Дю Салэй всего четверть века, то местному цирку уже около 4000 лет. Его по праву считают одним из самых самобытных в мире. Даже декорации тут установлены с учетом принципов фэн-шуй. Фокусников, клоунов, дрессировщиков с животными тут вовсе нет. Зато в состав звездной труппы входят лучшие в мире гимнасты, акробаты, жонглеры и эквилибристы. Практически все актеры молоды, им нет еще и 25 лет. Их уровень мастерства фантастически высок. Ведь сюда отбирают на конкурсной основе еще в трехлетнем возрасте. А затем ежедневно тренируют. Канадский цирк Солнца, безусловно, является номером один в этом списке. Это уже целая международная корпорация, которая к тому же бурно развивает. Цирк раскинул свои щупальца по всем пяти континентам. Этому цирку уже более 25 лет. Возраст для подобного заведения младенческих за то сколько уже всего достигнет. А все началось с того, что группа уличных артистов из Квебека решила создать собственное шоу. С тех пор цирк прославился на весь мир. Сегодня это целая империя развлечений, мощная и влиятельная. Которая в своей основе опирается на цирковое представление. Ежегодно на изготовление новых нарядов для актеров тратится более 20 километров тканей. В каждой постановке участвует около 100 человек. Сам состав трупа интернационален. Артисты представляют более 40 стран. А отбирают только самых-самых и платят им подобающий высокому статусу. Особенностью цирка является полное отсутствие там дрессированных животных. Уходной же билет на представление стоит от 40 евро.